приятного времени препровождения с вами как всегда козел альпийский ну что польем с вами фэнтезийный вархаммер сегодня у нас раритетная миниатюра очень старая это тролль слаг друл из битвы за перевал черепа это очень старый набор и не знаю две тысячи какого пятого что ли года до или еще может раньше вархаммер фэнтези батлс это даже не и джофф сигмар вот такая вот у меня форму этого тролля такой жирный тролль похожий на не знаю на поедателя пончиков я очень хорошо запомнил что его зовут роль слаг друл потому что когда мне этот набор подарили да мне еще родители его дарили как раз наверное 2005 году может быть еще и раньше должно не помню но очень очень давно в общем тогда у меня был мой друг в гостях они дарили мне на день рождения и по ходу дела этот набор понравился больше ему чем мне это был тот самый человек у которого были были орки сейчас временно отвлечемся от орков вот мы выдавили ему клей на лицо чтобы у него была хорошая детализация смачиваем палец мыльной воде и хорошенько нажимаем чтобы клей выбрал себе детализацию тролльской рожи вот так потом сверху еще раз зальем так вот продолжаю свой рассказ знаю многим моим друзьям нравится что я параллельно с литьем рассказываю различные интересные вещи тоже как правило большинство народу уныло бубнит о том что вот тролль я его лью вот стул на нем сидят вот стол его едят что-то такое мне такое не нравится я предпочитаю разнообразить одно другим так голове легче думается у меня есть опыт я работал преподавателем дополнительного образования четыре года я знаю о чем говорю продолжаем лить спину тролля у него там такие хриптовые хриптовые наросты на спине как у стегозавра поэтому сейчас впихиваем экструдер форму для пяток проливаем там все хорошенько видите чтобы наружу аж выходила там есть выпоры теперь повязка выворачиваем немножечко там где у него повязка засовываем нос экструдера продолжаем заливать смотрим что форма у нас не склеилась раньше времени опять брюхо тролля у него там череп висит опять смачиваем мыльной воде и давим чтобы детализация прошла детализация на самом деле так будет я лью из хорошего полимера но тем не менее ведь как он прозрачно как стекло теперь надо нарастить массу так вот возвращаясь к тому моменту когда мне подарили только этот набор моему другу он понравился наверно больше чем мне я просто хотел закрыть гештальт вовсе не по гоблинам каким-то там были гоблины против дворфов как раз под варфом но дворфы в этом наборе настолько убогие и одинаковые что но они меня не впечатлили ни тогда ни сейчас к сожалению вархаммеровские дворфы мне очень не понравились они какие-то супер жирные так отложим так вот дворфы вархаммеровские какие-то супер жирные безногие какие-то викинги с огромными руками как у космодесанта вообще вархаммер он такой гипертрофированный если брать допустим космодесантников не это нравится но когда обычные люди с широченными руками как у я не знаю кого как ласты у тюленя но это мне это не очень нравится вот орки там огры это да а вот когда обычные люди такие страшные ну на любительную в общем мы с вами отлили этого тролля на удивление он застывает довольно быстро наверно застынет быстрее чем верблюд которого мы с вами лили в прошлом в прошлых роликах вот этот хотя по массе примерно одинаково и почему же я вдруг решил то лить вархаммер задумываю я еще одну армию которую я хотел иметь но свое время у меня не получилось ее создать из 72 масштаба это армия сил тьмы такая абстрактная армия темных то есть это злые существа не являющиеся не тенями не каким-то шайтанами не темными эльфами а просто такая абстрактная тьма без без национальности скажем так где присутствуют создание похожие на огров создание похожие на троллей на орков из властелина колец да ну собственно на этом основе на этой основе и буду создавать но их нельзя типа знаете порождение тьмы вот что-то такое смотрим лапки стали застывать у него до лапки застыли уже так вообще мне ретро вархаммер ну скажем так нравится больше чем современный современный вархаммер он становится какой-то какой-то он искусственный противный с одной стороны старается в труске и с другой стороны он напоминает больше каких-то безумных марионеток и мне это очень не нравится и больше всего мне не нравится цена у современного вархаммера какая-то она полна по полностью недостижимая подумаю я о том чтобы ладно не 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 буду не буду если сделать я покажу не не сделаю не покажу а и дай почему форма из белого силикона сделано ну потому что на тот момент когда я формовал тут роли а был это очень очень давно не знаю несколько лет назад лет пять назад у меня был белый силикон и тогда белый силикон стоил дешевле намного ну то есть грубо говоря прозрачный силикон момент стоил ну рублей 250 а этот 150 то есть 100 рублей разницы было и тогда ну что тут у тролли совершенно не обязательно смотреть да как ты проливаешь просто тупо такая болванка здоровенная поэтому я решил заформовать его белому вообще я белым силиконом формовал большие объемы а прозрачным формовал мелких солдатиков вот таких чтобы было видно что там у них проливаешь так здесь нормально подцепляем его плечо и смотрим вот вот смотрим мой любимый момент когда знаете отковыриваешь смотришь и смотришь застыл или не так смотрим если не проливы какие-то знаете вроде как даже не проливов нет вот лана гони пролилась вот здесь она просто не долилась не пролилась а не долилась с этой ногой все в порядке вроде все еще раз говорю никто сможет сомневается что так можно делать да могут быть какие-то наплывы то есть но это скорее всего дешевого будет полимера если нормальные стержни клевые то новый стержень расплавит вокруг старого литья лишнее выдавиться вот здесь и наплыва не будет никакого если стержень дешевый какой-то такой не очень хороший да взятый хрен знает где или просто некачественный бывает такое что некачественные стержни попадаются тогда да но если нормальный стержень нормальный скажем так по моим советам выбраны и закуплены это все будет прекрасно у вас так наконец-то кидайте ка посмотрим лицо троля лапки пролились от сожалению лапки не пролились хотя помните я засовывал прямо струдер засовывал прямо впритык но вот бывает такое также доливаем ему лапки большими моделями очень часто так получается хотя это еще не самая большая модель допустим тролль из лустилина колец я кстати лил его у меня есть аж два ролика первый это обзор на мое племя троллей второй ролик это уже собственно литье это этих троллей там тролли еще крупнее но там ведь вот тряпка пролилась у него ткань на заднице дайте посмотрим что у него с рожей пролилась ли рожи да все прекрасно ножка у него ступня еще не долилась почему я его отлил с таким как будто он не знаю там ну просто руки вверх поднял потому что у него здесь была деталь и он держит лапами своими и дал какой-то идол держит я уж не помню что за идол был но мне это не надо было мне надо было чтобы него руки были заканчивались у запястья я им потом приклеиваю отдельно пальцы отдельно руки они подходят от любого монстра даже от какого-нибудь китайского поэтому решил я заформовать так я кстати удивлен этому что ну собственно это вархаммер он такой гротескный к ней конечно к нему все подходит так можно уже полностью отсоединять здесь уже все засохло думаю что и лапа уже засохла да папа уже засохла и так тогда дам тролль слаг друл да кстати слаг друл был сделан из двух деталей оригинальная и просто склеил для копирования смотрим все ли него отлилось до клыки нос глаза уши серьга в ухе здесь у него какая-то серьга еще одна висит от у него что-то типа черепа вот здесь тоже все пролилось набедренная повязка пролилась по-моему у него щит гнома спереди висит или что-то такое вот этот оплой я впоследствии хотя она руками удаляется совершенно спокойно однако мы помним да что это тролль и что у него этот оплой может быть гребнем ведь у него штырьки которыми вставлял свою поставку поставку я не копировал она у него была квадратная мне не нужны квадратные подставки собственно вот отлили мы с вами такого тролля следующем ладно не буду спойлерить пока собрал козел альпийский до встречи всем пока